Здравствуйте! У нас сегодня совершенно фантастическая беседа, потому что темой для нее становится чрезвычайно узкий сегмент проблем, связанных с коробкой DSG, семиступенчатой. Это та самая знаменитая и гениальная коробка, которая, появившись, изумила мир оригинальностью инженерного решения и очень сильно обнадеживала тем, что наконец-то человечество придумало такой фантастический робот, с которым и жить будет хорошо, и жизнь станет, как известно, краше и веселее. Самое главное, экономичность двигателя наконец-то возрастет до того самого вожделенного предела, когда большая машина есть совсем мало. И вот эти DSG-6 и DSG-7, они присутствуют на всей линейке концерна Volkswagen, Skoda, Seat, Volkswagen, Audi. И с ними столько проблем, и с ними такая катастрофа, и с ними такое неуважение клиенту творится и по миру, и по нашей стране, что это стало отдельным моментом борьбы группы людей, которые очень долго не могли понять, как так. Во всем мире вот эти коробки, вместо того, чтобы прогрессировать и радовать, они приводят к тому, что все меньше и меньше людей хотят покупать Volkswagen продукцию. Проблем так много, что уже непонятно, куда деваться. И защита прав потребителей во многих странах выглядит очень неординарно, но все-таки мы же вовлечены в мировой процесс. Но почему-то на нас не распространяется знаменитая пятилетняя гарантия на семиступенчатую DSG. Был такой момент. И вообще многое проходит мимо нашего рта. И вот нашлась инициативная группа людей, которая сказала, ну с этим невозможно мириться. Ну это уже просто недопустимо. Подобное хамство Volkswagen по отношению к русским, это все-таки очень похоже на месть за Вторую мировую войну. С этим надо что-то делать. И тогда эта группа лиц заставила концерн Volkswagen, будучи совершенно частными инициаторами и просто обиженными в душе на поведение официальных дилеров людьми, они заставили концерн Volkswagen и на Россию распространить пятилетнюю гарантию на DSG-7. У нас сегодня Михаил Давыдов, тот самый человек, который в этой инициативной группе очень квалифицированно махал шашкой. Михаил, здравствуй. Добрый вечер. Ну вот теперь расскажи о том, как этот великолепный прогрессивный продукт привел к тому, что вместо наслаждения вы стали бороться. Бороться с чем, как и с учетом какого мирового опыта? Спасибо большое за приглашение. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер. Давай о борьбе. Реверансы потом. Хорошо, спасибо. Значит, бороться мы начали в 2012 году, после того, как у нас образовалась инициативная группа. Значит, мне очень непросто сейчас говорить, потому что я впервые приглашенный. Вот в детстве у нас для этого специально были утренники, когда мы выходили, читали стишки перед всем классом, а потом перед всей школой. Да. Как раз тренировались. Будем тренироваться. Значит, начинаем мы с того, нашу тему, что... Миша, в мире как? Давай так. Как привыкли в Советском Союзе? В мировом положении. Что там в мире-то с DSG-7? Что там с гарантией? Как там в разных странах это реализуется? В разных странах реализуется все по-другому, нежели чем у нас. Значит, просто я расскажу, что мы добились пятилетней гарантии на DSG-7, семиступенчатую коробку-автомат. Ну, правильно сказать, переселективную коробку. Да и вообще роботы с дуне сцепления, чтобы они были здоровы. Да. Но, к сожалению, от нашей радости она недолго осталась радостью. Во-первых, пятилетняя гарантия на нашу страну не распространялась, в то время как по миру, как выглядела картина-то? Что там в Китае? Сколько лет гарантии? Ну, в Китае как минимум 10 лет. 10 лет на отдельный агрегат под названием DSG-7. Да, да, да. Это потому, что те же самые коробки, которые идут из одного котла по всему миру, они в Китае что, особо ломучие или, наоборот, особо живучие? Мы не знаем, но 10 лет для китайцев. Это потому, что немцы с китайцами, что ли, не воевали, и поэтому трепещут перед их имперской мощью? И 10 лет дали? Это с какой статьи? А что там в Израиле, например? В Израиле 5 лет. Вот, кстати, мы начинали с того, что у нас был пример перед глазами израильских коллег, которые, значит, причем там не было абсолютно никаких, значит, радиостанций, ничего. Они просто разместили, значит, статью в известной израильской газете, значит, с критикой Volkswagen о том, что в данном случае большие проблемы с коробкой автомат у них. И после выхода, значит, этой известной израильской газеты, я, к сожалению, не знаю точного перевода, не помню точнее. Ну, знаешь, произнести это бы все равно не получилось. Да, да, к сожалению. И, значит, после этого, после этого выхода статьи в известной газете, они получили 5 лет полноценной расширенной гарантии. Я просто хочу пометить, что это именно полноценная расширенная гарантия на все элементы, не на отдельные части, как это у нас сейчас. А у нас разве не на всю коробку? У нас вот, к сожалению, как оказалось по прошествии времени, вот как раз не на всю коробку. То есть, Volkswagen декларировал, что и в нашей стране, черт с вами с гадами, с русскими, пусть будет тоже 5 лет гарантии, а выяснилось, что на самом деле есть масса оговорок. Потому что под гарантию попало всего-навсего, либо сцепление, либо мехатроника, а все остальное, а все остальное мы пошли нафиг. В отличие от Израиля, где любое обращение сразу автоматически трактуется в пользу клиента, ему виняют в сборе. Да, абсолютно точно. Причем они даже не понимают. Вот есть наши коллеги, которые с нами тесно сотрудничают, и которые передают нам информацию о том, что у них даже не возникает вопроса. Вот если какой-то другой элемент выходит из строя коробки, значит, у них рекомендируется вся коробка в сборе. То есть это вот сейчас у нас стало ограничение гарантии, причем даже не гарантии, мы даже не можем сказать, что это гарантия, поскольку это программа лояльности. Есть в немецком обиходе, значит, такое выражение, как Куланс. Вот это программа лояльности. То есть раньше она была, условно говоря, в России действовала неофициально 4 года и, по-моему, 120 тысяч пробега. А стало вот 5 лет и 150 тысяч пробега. Причем сначала мы получили письмо о том, что гарантия распространяется на элементы коробки передач. Нигде не было сказано, что идет ограничение гарантии на два элемента. Но после того, как уже автовладельцы стали обращаться в сервисные центры, к официальным дилерам, и у них пошли отказы. Дилеры стали отказывать им в гарантийном ремонте, мотивируя это тем, что у нас есть какой-то свой внутренний документ. Ну, во-первых, они сначала по-другому не скажешь. Сначала творился дурдом, потому что никто ничего не понимал. И то письмо, которое Volkswagen Group Rus присылал на портал Демократор, где у нас была размещена публично проблема, и где люди могли выражать своими электронными подписями свое согласие с тем, что мы не согласны с политикой Volkswagen и не согласны с тем, как они себя ведут. Вот, значит, письмо пришло сначала на портал Демократор по проблеме, которую мы разместили. А, значит, я лично, значит, получил письмо от официального дилера своего, да, так сказать, поскольку, значит, общался с человеком, кто, так сказать, мне раньше, кто продавал машину, да, то есть у меня были хорошие отношения, и я получил вот письмо, причем мне лично и нашей группе не пришло письмо вот в почтовый ящик. Официального ответа не было, но дилер просто в силу хорошего отношения к клиенту это письмо ему дал возможность почитать, познакомиться. Да, абсолютно правильно, то есть вот в таком виде, да, и потом начало выясняться, что, значит, в гарантии, значит, у человека ломается, значит, не деталь, которая попадает не под расширенную гарантию, например. С коробкой есть проблема, он приезжает в наивной надежде, что 5 лет и 120 и 150 тысяч километров, и неважно что, а ему говорят, и нет, у тебя не то сломалось, у тебя другое сломалось. Хотя, конечно же, это тоже ДСГ. Да, абсолютно так и есть. То есть, повторяю, что даже дилеры сначала не признавали, говорят, у нас нет никакого письма, и мы ничего вам не ремонтировать не будем, пока не получим четкие рекомендации. Вот после того, как люди стали нам, ну, писать и обращаться непосредственно на сайт к нашей инициативной группе, мы создали дополнительное письмо с вопросами к Volkswagen Group Rus, для того, чтобы они расшифровали, значит, из чего же состоит на самом деле вот эта вот расширенная гарантия. Я повторяю, что, к сожалению, я не могу назвать это расширенной гарантией, это, по сути, просто программа лояльности, ни больше, ни меньше. То есть, в эту расширенную гарантию, на самом деле, в эту гарантию попала только мехатроника, только сцепление? Да, попала мехатроника сцепление, если какой-то элемент выходит из строя, скажем, ну, в маховик, например, или там дифференциал, то есть, составная часть коробки, да? Ну, или подшипник, или просто шестиябра. Абсолютно правильно, оно не попадает под, значит, действие расширенной гарантии, и, значит, автолодельцу выкатывает счет. Как правило, он составляет, ну, если быть точным, вот последняя сегодняшняя сводка пришла 370 тысяч рублей. Это поремонтировать свою коробочку. Перерыв на новости, потом продолжим. Михаил Давыдов, участник инициативной группы, заставившей Volkswagen распространить пятилетнюю гарантию и на DSG-7, в том числе и в России. Так вот, существует эта самая пятилетняя гарантия, но на самом деле это филькина грамота. Клиентов посылают подальше, вытирают об них ноги и заставляют за свой счет ремонтировать коробки, потому что в эту якобы расширенную гарантию на самом деле входит только мехатроника, только сцепление, остальные виды поломок из кармана клиента. Кстати, чтобы эфир был до конца честным, я предупредил в самом начале недели о том, что у нас будет подобная разборка в эфире. Я прислал письмо в представительство Volkswagen, предложил им принять участие в нашей беседе, они мне ответили изумлением, переходящим в негодование. Они мне написали письмо, из которого следует, что уровень крутизны Volkswagen настолько, что он не допускает в принципе никаких разборок, потому что у нас гениально все до такой степени, что странно наличие каких бы то ни было обобщенных претензий. Если, возможно, есть частные недоразумения, так для этого существует у нас, пожалуйста, горячая линия, звоните, мы всегда там с нежностью воспримем. Итого у нас получается игра в одни ворота. Ну так, Михаил, что там у нас с поломками? Ну да, мы остановились на красивой цифре в 370 тысяч рублей. То есть, вы представляете, да, ошарашенные глаза человека, когда он получает счет от дилера на 30-70 тысяч. И они ему, так сказать, лояльно, так очень аккуратно говорят, что ну вот видите, значит, не в сцеплении делая, не в мехатронике, а в выход из строя, там, скажем, сальник первичного вала или там подшипника. Вот, меняется вся в коробках сборе, они ее не ремонтируют поэлементно, да, то есть, и человек, вот, ну, что он делает? Ну, так уж и быть, мы дадим вам 10% скидку на работы и там на этот так называемый куланс. Сходил за хлебушком, называется. Съездил по гарантии, машинку починить. Да, и, ну, кто-то начинает платить, да, то есть, не то, что от безысходности, а просто потому, что других путей не видит и не знает ситуацию. То есть, кто-то едет к нашим золотым ручкам, так называемым, да, это, значит, люди, которые научились коробку ремонтировать и вот эти элементы ремонтируют, вот. То есть, разбирают, собирают и делают то, что отказываются делать дилеры. Да. Еще раз уточню, вот эта сумма, эта коробка в сборе и единственный безальтернативный вариант, предлагаемый клиенту, потому что сломалось не то, что было в письме от Volkswagen. Поэтому человек приезжает с поломкой DSG, а ему выкатывают вот эти 373 тысячи, это сумма новой коробки DSG, семерки, потому что в недра мы не полезли, сломалось не то, вы не угадали ошибку, поэтому просто заплатите. А в гарантию, если хотите, сначала мы об нее ногами, а потом вы ей подотретесь. Абсолютно правильно, и в лучшем случае человеку делают скидку, да, там он, если начинает уже как-то общаться как раз, вот ты как раз сказал про горячие линии, вот когда человек начинает общаться по горячим линиям, а у них ответы очень простые, там Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-C, все. То есть там других ответов нету, то есть мы вас уважаем и так далее и тому подобное в целях, значит, ваше... Улучшение качества, с вас 373 тысячи, спасибо за понимание. Так уж и быть, 50% скидки мы вам сделаем, будьте добры, 108-150 тысяч, да, то есть примерно так. То есть сама коробка, по сути, она просто, ну, я не знаю, может быть и задумка хорошая, да, но она просто, ну, она даже вот в, так сказать, в нашей инструкции, например, не ремонтно, пригодно, все. То есть в нашей стране вообще-то коробки автомат чинить мало кому позволено, у нас практически ни один производитель не пускает дилера в недра коробки и у нас ZF открыл маленькую мастерскую по починке двух сальников и одного золотника на стареньких коробочках, а вообще-то, в принципе, ну, не русского ума дело в немецких потрохах ковыряться, ну, куда уж. Ну, да, и тут, конечно, ситуация такова, что с коробкой, просто понимаешь, какая ситуация, значит... А что там ломается-то, скажи? Вот, хорошо, не мехатроника и сцепление, но ведь есть же какие-то наработки, стандартные по ломке коробки, которые во всем мире признаются за гарантию, а у нас нет. Ну, а потому что одно тянет другое, да, значит, выходит сцепление из строя, да, значит, оно тянет за собой маховик, да. Вот у нас последний случай был, значит, человек приезжает диагностироваться, ему говорят, у тебя вышел из строя маховик. А чтобы маховик вышел из строя, по нему же нужно кувалдой вдарить, как минимум. Да, и причем самая интересная ситуация, что человек не имеет объективной информации, то есть ему вываливают вот это все, да, и говорят, вот, будь добр, с тебя, значит, ремонт маховика. Он говорит, позвольте, у меня есть официальная бумага, где вы пишете, что в целях, значит, вашей, значит, нашей к вам лояльности мы, значит, берем на себя, значит, гарантии ремонта и замену узлов коробки автомат, да. Ну, даже там автомат-то не звучит, потому что она преселективная коробка, да, по сути механика роботизированная, да, тут очень непростой момент, потому что на каких сайтах она стоит как автомат, да, на том же Шкоде, а везде она позиционируется как преселективная коробка. Ну, вот, и просто говорят ему, что вот у тебя вышел из строя маховик, да, это не является гарантийным случаем, потому что не подпадает под вот эти два элемента, поэтому будь добр, оплати нам ремонт этого маховика. Значит, мы открываем, значит... А ремонт идет в сборе, поэтому просто подразумевает замену коробки. Да, по сути, правда, абсолютно правильно, так и есть. То есть, мы открываем документации, смотрим, что маховик у нас двухмассовый, то есть одной массой он, по сути, встроен в сцеплении, то есть им является элементом сцепления, он не является отдельным элементом, то есть человек даже не, ну, как бы, он не имеет информации, и он не может открыть документацию и посмотреть. Да, ему объективно не представляет никакой информации о том, что в данном случае вот этот элемент, то есть он не входит у них в понятие гарантий, и все, то есть вы не докажете ничего им. Вот, будь добр, пожалуйста, оплати. Ну да, маховик это не сцепление, не сцепление, а все. Да, вот, поэтому у нас, конечно, проблема-то не в том, не в сцеплении, не в мехатронике. Проблема в общем, в коробке. Поэтому и Китай, и Китай добились десятилетней гарантии после того, как они выступили на государственном телевидении на программе 3.15, значит, сравни нашей программе по первому каналу, как человек и закон, да. И они выступили на этом телеканале, там подготовили сюжет, и прошлись в том числе и по мобильным телефонам. Итак, ну, сама программа была подготовлена к дню защиты прав потребителя. Это очень важная вещь, да. Если китайский потребитель обидится, тогда Volkswagen пойдет нафиг. Да, и мы очень, вот недавно совсем сделали, значит, взяли их ролик, значит, перевели из китайского языка, озвучили его на собственные деньги, разместили в ютубе, вы можете посмотреть, зайти на наш сайт dsg7.com и увидеть вот развитие событий, как они решали все это. И, по сути, проблема-то не в, я повторяю, не в двух элементах, а во всей коробке, потому что... Так они об этом знают, именно поэтому они и дали гарантию только на два элемента. Ну, надо... Они прекрасно понимают, что проблемы вылезут с другой стороны. А перечислил, хорошо, маховик, то есть мехатроника, сцепление, маховик, дальше, что еще там отваливается? Да, там, понимаешь, какая ситуация, там отваливается все, по сути, потому что проблема, скорее, в ПО, да, потому что вот так называемый нивелированный эффект ведра с болтами, да, когда машина едет и звенит, да, то есть это проблема, да, которую Volkswagen якобы решил прошивкой. То есть машина, не понимал, когда она наезжает на какую-то неровность, да, включается два сцепления одновременно, и получается, что вот этот вот звон фанфарный, да, бум-бум-бум-бум, и, значит, машина начинает просто звенеть. И, кстати, в этом китайском ролике там очень хорошо видно, как человек едет, и, значит, у них это называется, если мне не изменяет память, эффект стиральной доски, вот что-то такое. Вот, то есть едет, и там очень хорошо показан вот этот звук, когда машина начинает просто вот звенеть. Ну, у них не было все-таки жигулей в анамнезе, поэтому они не знают, что такое ведро с болтами, у них какая-то стиральная доска, да. Вот, и самое интересное, что в забавной ситуации, что сама коробка, она не защищена от попадания инородных приметов, грубо говоря, грязи, вот этих реагентов, которые на дороге разбрасываются. То есть у нас вот есть техническая документация IRWIN, да, так называемая руководство по ремонту. Вот там они, значит, пишут, что на английском языке, что защитная крышка устанавливается на некоторых авто. Это я с кашлем борюсь. Ты напрасно думаешь, что я снимаю наушники. Я просто борюсь с кашлем. А вот теперь уже самое время будет снять наушники нам обоим. Сейчас перерыв на новости, потом мы перейдем к реагентам и крышкам, которых не хватает. И с Михаилом Давыдовым, участником той самой инициативной группы, которая заставила Volkswagen в нашей стране тоже сделать пятилетнюю гарантию на 70-ступенчатый ТСГ. Но выясняется, что, во-первых, и гарантия кривая, и отношение косое, и проблемы у коробки конструктивные. Кроме вот той самой мехатроники и сцепления, которые попали под гарантию. Все остальное, как, например, двухмассовый маховик, а он, в принципе, не живет ни у кого долго. Многие фирмы поиграли с двухмассовым маховиком, и все получили очень серьезные проблемы. Еще у ДСГ-7 у нее проблемы по программному обеспечению, а также по реагентам. И мы дошли до русского слова «крышка». Крышка, да, абсолютно правильно, Сергей. И вот эта крышка, она служит, судя по всему, не очень приятную роль для... Эта крышка где? Где там на ДСГ она притаилась? Ой, ну это надо, конечно, смотреть на фотографии, очень тяжело там объяснить, но она защищает коробку от попадания народных приметов. То есть пыль из подкапутного пространства, она не должна попадать, если в данном случае эта крышка установлена. Причем, я повторю, что они пишут, что эта защитная крышка устанавливается на некоторых авто. На каких некоторых и где? Ну, кроме России, наверное. А на некоторых не устанавливается, хотя она нужна, особенно в нашей пыльной стране. Да, ну на некоторых там, где законы посильнее работают, и в данном случае это чревато. Крышка копеечная деталь, она не ставится не потому, что испуг, или речь идет о том, что сэкономить нужно на все? Нет, ну я настолько вот, к сожалению, не приемлю той ситуации, в которой мы сейчас очутились, потому что я считаю, что просто это намеренно, как будто намеренно все это сделано. То есть летит грязь, им же выгодно поменять все это, да? Коробка начинает вибрировать, да? То есть, ну как, не то что коробка, но попадает грязь, да? Сцепления начинают засоряться, да? Реагенты, пыль, еще какие-то элементы народные, которые попадают туда, и начинает просто пробуксовка происходить. То есть вот эти вот вибрационные моменты, они тоже возникают не без причины того, что там в сцеплениях начинаются вот такие вот вещи происходить. В любом сцеплении, если туда внутрь грязь попадает, то изнашивается она гораздо быстрее. Я согласен, да, но здесь другой момент, что это же элемент не простой, а золотой, 370 тысяч все-таки. Так, еще кроме крышки, которая не прилетела в нужное место, что еще? Значит, у нас еще есть проблемка с датчиком вращения первичного вала. Это что? Это выносной датчик, который находится в мехатронике. Мехатроник это что? Это мозги коробки. То есть он считывает показания и определяет частоту вращения первичного вала в коробке. Значит, когда коробка начинает нагреваться, значит, этот датчик начинает, мягко говоря, врать. То есть по сути он начинает накапливать ошибки и давать неправильные команды непосредственно работе электронных систем. То есть сцепление начинает прижиматься сильнее, шток начинает прижимать сильнее. Поэтому получаются такие вибрационные моменты. На второй передаче, вот часто, когда люди едут и жалуются на вибрацию, когда кузов весь трясется, значит, это вот как следствие вот этого датчика, который не совсем правильно показывает. Который просто перегрелся. Который просто, да, он просто, он накапливает ошибки и неправильно дает команду прижимать сильнее сцепление, да, и оно начинает вибрировать. То есть по сути вот это одна из причин вибрации, это возникает именно на основании того, что датчик неправильно работает. А он, как бы, понимаешь, он не снимаем. То есть он, ну, на наш взгляд, то есть мы не можем, мы не технические специалисты, но мы видим по всем выкладкам, что он не снимаем. То есть, по сути, он выходит из строя, этот датчик неправильно работает, он меняется вместе с мехатроником. Всё. Ну, в нашей стране изредка мехатроника хотя бы попадает под гарантию. Уже хорошо. Уже хорошо, да. Хотя плохо, с другой стороны, что такая копеечная деталь, как всего лишь навсего датчик, вынуждает к замене целый серьёзный узел. Ну, я хочу заметить, извини, Сергей, я перебиваю, что у нас уже, я не знаю, вот сколько случаев, ни для кого не будет секретом, да, что практически каждый второй, если не каждый первый, уже поменял сцепление. То есть это рецидив. Это однозначно рецидив проблемы. Значит, есть люди, которые меняли пять раз сцепление. Пять. Вот я хочу акцентировать внимание. Это как вообще? Это ненормальная ситуация. Когда человек меняет пять раз сцепление, при этом в данном случае, что будет дальше? Ну, после третьего раза уже можно было бы просто вернуть машину обратно производить. Да, конечно. Ну, не каждый до этого идёт. И, кстати, вот у нас есть судебный прецедент. Иван, большой привет тебе, если слышишь меня. В Перми у него было сегодня апелляционное заседание. И, значит, он попытался судью призвать, так сказать, к логике. К правому смыслу? К логике, как минимум, да, объясняет ситуацию. И вот, пожалуйста, на примере Китая, там 10 лет, она ему говорит, ну, что вы хотите, в Китае такое качество, поэтому там 10 лет гарантии. Всё, вот как у нас решаются все паровые моменты. То есть люди просто в регионах, они, ну, как минимум, три судебных дела у нас есть, которые просто, как бы, отрицательные. Они не решают. Судьи даже не понимают технические составляющие. Они не знают, что такое преселективная коробка автомат. Вряд ли узнают. И вряд ли когда-либо узнают. Для них это тёмный лес. То есть, на самом деле, получается, что коробка просто сырая, потому что это конструктивные дефекты. Вольсваген об этом знает, поэтому находит всяческие варианты для того, чтобы клиента развести на деньги, вместо того, чтобы перейти, например, на обычное ГИДРО, обычное КПП с гидротрансформатором. Завод-то построили, надо же как-то деньги отбивать. Ну, конечно, это всё правильно. Это локальное производство. Понимаешь, ну, как же, как же Вольсваген признает коробку всю ломучую, да, надо же как-то рабочие места поддерживать, выпускать. Я просто не понимаю, почему, понимаете, какая ситуация. Опять же, рынок Китая для них и США очень важен. Там же тоже были отзывные компании в Америке, да. Там же есть государственные регуляторы, да, которые всё это, в общем-то, ведут. Да, и у каждого автовладельца есть... Есть куда пожаловать. Есть куда пожаловать. А у нас только к тебе, если прийти. Ну, у нас должен быть специальный орган, который создан бороться вот с таким произволом, значит, автоконцернов. Тем более, таких гигантских автоконцернов, да. И для них, для Вольсвагена Китай и Америка, это рынки сбыта, да. Любая борьба с Вольсвагеном закончится тем, что в гараже у кого-то появится новая Audi A8. Поэтому особой борьбы не будет. А что у нас с потерей тяги? Что это за неприглядная история, особенно на австралийском примере? Ну, австралийцы там вообще пошли дальше. То есть, у них произошёл отзыв 26 тысяч автомобилей разных марок производства Вольсваген. Значит, после того, как погибла женщина 32-х лет, Мелисса Райан, значит, у которой просто пропала тяга на автомобиль. Я сейчас поясню, что это такое, и чтобы наши слушатели понимали. Значит, у нас есть рычаг селекторопередач, называется он Е313. Вот, когда вы едете, у вас там положение драйв, и остальное там нейтраль, и драйв, и так далее, да, вот эти все. Главная ручка на коробке. Да, главная ручка на коробке, в которой внизу расположены датчики холла, да, для определения положения рычага селектора. И у нас есть так называемая программа с обумчением, где чёрным вот по белому написано, у меня сейчас копия, значит, последствия отсутствия сигнала. Что происходит? Если блок управления не может определить положение рычага селектора, оба сцепления выключаются. То есть, на примере, ну, не будем Мелису Райан брать в Австралии, на примере нашего российского гражданина, который едет по трассе, скорость у него выше 100 км в час, он идёт на обгон перед едущей машиной, и вдруг у него выключается сцепление. Потому что датчик холла потерялся, сигнала нет, и, соответственно, непонятно, в каком положении селектор, поэтому электронный разум считает, что мы никуда не едем, и выключается сцепление. Да, и он выключается сцепление, пропадает тяга. То есть это вот как ещё, ну, чтобы вы понимали, насколько это серьёзно, и как иной смерть это привело. Но при этом Volkswagen, конечно же, мы не признаём этой ситуации, и, конечно же, никакой прямой связи с этим нет. Но австралийцы, они очень жёстко там выступают, у нас есть ролик, мы его также будем озвучивать. Они не стесняются в выражениях, я сейчас не буду их озвучивать, но они прямым текстом говорят, что такое Volkswagen. Просто прямым текстом, и как они считают. После этого, конечно, Volkswagen признал, значит, что есть проблема, но, значит, отзывает он вот как раз 20 тысяч автомобилей. Ну, хорошо ещё, что немного продали. Тут, кстати, ещё любопытный момент, ведь когда создали, в принципе, ДСГ, то самый главный аргумент защиты этой коробки был в том, что тяга не пропадает никогда. Что особенности именно этого механизма, что либо чётный, либо нечётный ряд, но у тебя всегда по коробке замкнут, ты едешь либо на первый, на второй, на третий. И даже в момент, когда ты переключаешься, пускай в ручном режиме, а тем более в автоматическом, у тебя нету разрыва потока мощности, потому что машина под тягой находится всегда. А это безопасно, это здорово, это очень выгодно. Оказывается, ничего подобного. Когда у тебя всего-навсего происходит электронный сбой, датчик холла не понимает, где находится Е313, которая ручка селектора, она говорит, о, мы никуда не едем. Подумай, что спидометр мне в мозге капает скоростью 110 км в час. Я, пожалуй, выключусь. И дальше мы имеем Мелиссу Райан. Да. За что и небесное. Ну, ты понимаешь, опять же, Китайцы же они молодцы, они, вот опять же, в том же ролике, озвученном нами, да, мы же нашли его. Они очень хорошо говорят, что у нашей жизни нет срока гарантии. Мы живём один раз. Нет у нас срока гарантии. Вот в этом случае, да, в случае Мелиссы Райан, да, которая погибла, а человек чудом избежал смерти, по сути, я вам реально говорю, вот всем радиослушателям, что это безобразный пример. Он с ребёнком ехал, и куда ему деваться? Он попал на телевизионный канал «Центральный», где он рассказывал о том, как это было с ним, глазами очевидца. Я представляю, что у него глаза всё-таки в этот момент приобрели европейский разрез. Он на немца смотрел практически круглыми глазами. Да, да, и это вещь, которая вот, мы, конечно, наверное, в другой части уже поговорим о международном отзыве, как раз это и идёт отзывная компания, которая сейчас Volkswagen проводит по всему миру. Это вот и компания связана якобы по замене масла, но это понятно, что будет масло менять, но для чего? Для того, чтобы якобы убрать проблему вот с потерей тяги в автомобиле. Примечательно то, что в Китае, в котором, казалось бы, полтора миллиона человек, поэтому лишних очень много, так щепетильно относятся к каждому, индивидуально подходя к любой проблеме. И если эта проблема настолько серьёзная, её выносят на обсуждение всей нации, показывая по центральному телевизору. У нас этой проблемы нет. Ну, про телевизору я, в принципе, не говорю. То, чем занимаются у нас на телеканалах, это, по-моему, идёт по категории враг народа. Но у нас нету такой проблемы, и это частный случай. Собственно, об этом и было мне письмо из Volkswagen, который сказал, что глобально проблемы не существуют. Есть отдельные недовольные клиенты, для которых существует, пожалуйста, если хотите, горячая линия, звоните, обращайтесь. И на горячей линии их ждёт вежливый ответ не выше уровня дилера, который имеет письмо на замену мехатроники и сцепления. Поэтому круг замыкается, и клиент идёт нафиг. — Абсолютно правильно. И гарантия пятилетней. Что будет дальше? Давайте тогда сделаем так, чтобы вот пять лет проходило, вот вы поставили, поменяли. Это же происходит рецидив, проблема. Меняется постоянно одно и то же. Мехатроник сцепления, мехатроник сцепления, мехатроник сцепления. Вот и всё. То есть давайте на каждую деталь нам 5 лет на каждую деталь. Поменяли сцепление, пожалуйста, 5 лет. Бессрочная гарантия. Зачем нам 10 лет? Для чего они нам нужны? Это вы нам в нашей жизни так вот распоряжаетесь. 5 лет? Пожалуйста. Это чисто юридический момент, потому что по закону о защите прав потребителей не может быть отдельной гарантии на отдельные узлы, она целиком на все изделие, но это нужно своего героя. Михаил Давыдов, участник инициативной группы, заставивший Volkswagen распространить пятилетнюю гарантию на DSG в том числе и в России. Как выяснилось, и коробка кривая, она имеет неустранимые конструктивные проблемы, и гарантия тоже не про нашу честь, потому что касается только мехатроники и сцепления, а проблем в этой коробке гораздо больше, и все ей починить нельзя. Почему-то Volkswagen считает необходимым перекладывать это на кошелек и душу клиента. Но и вообще в целом отношения Volkswagen, они ведь не проинформировали вас как клиентов о том, как именно у них эта работа развивается и к чему они пришли. Да, мы причем их просили проинформировать каждого автовладельца продукции Volkswagen, и никого не проинформировать. То есть мы просили, пожалуйста, проинформировать о вступлении в действие вашей расширенной гарантии, причем я даже, опять же, повторяю, я не могу назвать это расширенной гарантией, это просто программа лояльности. Вот, пожалуйста, проинформируй, что люди понимали. И вот эта чехарда до сих пор, когда дилеры даже не хотят знать. У нас нет официального письма, это неофициальное письмо, у нас вообще нету исходящего номера. Ну вот глупость какая-то несусветная. И что они сделали? Они просто нам отписались и сказали, рассылка нами не производится, а будет производиться дилерскими предприятиями и продавцами. А дилерские предприятия и продавцы нам рассылают о том, какие у них скидки, акции и зимние шины в подарок. Это им выгоднее прислать, чем... А с чего бы вдруг они тебе прислали письмо, в котором будет написано, пусть даже косвенно, что они 373 тысячи выжат из своего кармана? Это с какой это стать? Конечно, естественно. Лучше приходи и купи втридорога то, что мы тебе предлагаем якобы со скидкой. Ну, а вообще в целом вот эта вот проблема. Ведь я так понимаю, что у некоторых людей она возникает прямо уже, что называется, на автовозе. Да, да, да. Вот чуть ли не изгрузили машину. У нас вот есть, опять же, пример человека, который приобрел машину, подписал договор купли-продажи, ставил ключи, завел машину, поехал, в воротах остановился. И дальше машина не пошла. Все, гарантийный случай. Сюжет. Для того, чтобы Volkswagen посмотрел, как красиво машина останавливается. Даже не нужно было пять раз подряд менять сцепление, ездить 150 тысяч километров. Достаточно было проехать просто 3 километра. На третьем она сломалась. Да, причем это реальные люди. Это все доказательно. Я вам никому сказки не рассказываю. Это на самом деле так и есть. Невымышленные люди. Это реальная история. Починили его? По которой можно... Ну, наверное, да. Починили, отдали, он поехал дальше. И вот сейчас у него третья замена сцепления. Данил, привет, из Нижнего Новгорода. А, то есть счастливое обладание машиной с DSG-7 продолжается? Да, конечно. Постигаем конструкцию по ходу эксплуатации? Да, так и есть. Так, а что у нас в мире-то происходит вообще с этими гарантийными случаями? Ну, а в мире происходит ситуация такова. Во-первых, давай поговорим о том, как российские средства массовой информации нам преподносят вот эту доту. А у нас есть средства массовой информации? Да, интернет средства массовой информации. А, так. Они нам преподносят. А обо других я не знаю. Наверное, ты тоже не знаешь других, кроме как интернет. Это вот те средства массовой информации, которые можно как-то читать. Я так по себе знаю. Ну, да, выборочно. Выборочно. И что там? Вот. На портале Rambler.ru выходит статья о том, что Volkswagen отзывает по всему миру 2,5, 2,64 миллиона автомобилей. Я бы округлил до трех. Мне эта цифра больше нравится. Ну, до трех. Миллиона автомобилей отозвать. Хорошо. Ну, не Toyota, конечно, в Америке. Ну, здорово. Да, при этом так сносочку... Это первая такая, самый главный заголовок, который, в общем-то, всех должен, так сказать... Обрадовать. Да, обрадовать. И что вот какой Volkswagen-то у нас хороший. Оказывается, 2,64 миллиона отзываются. 3 миллиона, извините, да. А на самом деле выясняется, что из трех миллионов, значит, где-то полтора миллиона, 1,6 миллиона на коробках DSG-7, да. Все. На этом мы, да, мы это красиво перевели, и эту тему очень красиво закрыли. Идем дальше на, значит, другой информационный портал под названием Bloomberg, да, который пишет, что из 1,6 миллиона, да, значит, 640 тысяч отзывов приходится на Китай. Молодцы китайцы. Конечно, молодцы. У них до этого было 384 тысяч отзывов после как раз выхода передачи 3.15. А сейчас у них 640 тысяч автомобилей отзывается в эту компанию по переливу масла. А где наше масло-то вообще? Я не понимаю. Где мы-то с отзывом? У нас нет отзыва. У нас вообще непонятно что. Они вот сейчас прислали, извини, Сергей, перебиваю, они сейчас прислали официальным дилерам, значит, некое письмо о том, что якобы гарантия продлевается до 6 лет. Но это ни о чем. Это, опять же, это скрытый документ, который, опять же, никого не проинформирован, и, опять же, выборочно будет действовать. Для кого-то он 6 лет, для кого-то еще. Это, ну, да, понятно, что им проще выборочно дать кому-то гарантию, кто приехал обездвиженный, да, в лучшем случае, если его жизнь человеческая сохранена, да, поменяли ему мехатроник там, и все. Во всем мире такое не пройдет, это не работает. То есть там они прекрасно понимают, что такое Китай, что такое Америка. Они там вот эти вот, извини, малявы, да, они не распространяют, по-другому я не могу это назвать. То есть они просто-напросто полноценный отзыв делают. В Австралии сейчас после этих случаев, в США и в Китае. Причем в США даже происходит отзыв гибридных джета, да, то есть в США и в Канаде, да, с этим переливом масла. То есть якобы там вот проблема в масле, ну, как они позиционируют. На самом деле там не проблема в масле, ни то они лечат. Там коробку надо все вообще прикрывать и на российский рынок прекращать выпускать. Ну, упрямство у многих производителей существует, и не зря у нас концерн ПСА пытается со своей убогой, не менее убогой автоматической коробкой закрепиться на рынке, и не получается. И моторы у них очень сложные и проблемные, и тем не менее их упорно поставляют к нам. Поэтому почему Volkswagen должен быть, например, хуже, чем Peugeot? Почему ему не попытаться как-то окупить затраты на свой завод? Вот они так себя ведут. Но странно, конечно, что проблема накрыла весь земной шар, а в нас не попало. Не попало. 3 миллиона, ну, никак не вписывается. Не вписывается, абсолютно. И самое интересное, что, опять же, мы на зарубежных сайтах получаем информацию, что, значит, для рынка Китая и США Volkswagen у нас закупать будет, сейчас вам скажу, два с половиной миллиона айсен, наши любимые айсен японской, восьмиступенчатой революционной коробки. И все, то есть они уходят с рынка сухих сцеплений в Китае и США, это однозначно. А все, неформат придет к нам сюда, в Россию. То, что там не распродано, и все, потому что на китайцев это уже не работает. В США там уже их предупредили, ассоциация безопасности движения. Вот и все. То же самое и с вторым, Powershift, да, не будем к этой теме подходить. А, кстати, насколько эта тема близка к Volkswagen DSG? Все то же самое, одни немцы бегут раньше других. Getrack уже убежал, то есть там они официально пресс-лист выпустили, что Powershift, они в октябре месяце уходят с рынка сухих сцеплений и также будут закупать японские айсен японские айсен японские степенчатые. Все, Powershift, да, adios. То есть просто нормальный автомат вместо всех этих DSG? Да, конечно, но они прекрасно понимают все эти ситуации, видимо, потому что, опять же, повторяю, но, опять же, Китай для них сейчас, да, у них там за это полугодие плюс 17,1 по продажам, вот, в Америке плюс 7, да, в России минус, но это нас не должно волновать, но просто для России, они прям пишут в отчете 2012 года, что мы считаем Россию самым крупнейшим рынком в мире, один из самых крупнейших. То есть Китай сейчас, а Россия-то будущее, да, и в таком отношении, да, мы сюда вам вот это все, весь этот брак сгрузим, будьте добры, покупайте. Мы не семечки покупаем у бабки Нюры, платим за это большие деньги достаточно. Примечательно то, что на заводе в Калуге Volkswagen делает машины Polo Sedan с коробкой автомата, там нормальный шестиступенчатый автомат, которому претензий гораздо меньше. То есть в инструментальных закромах концерна есть масса решений по этому поводу, и не обязательно упираться рогом для того, чтобы взять вот так вот сильно испачкать себя и репутацию, на примере DSG в гораздо более дорогих покупках, чем Volkswagen Polo Sedan. Ну а, кстати говоря, в хэтчбеках они также семиступенчатый DSG 7 ставятся. Там проблем на проблеме, опять же. Ну, вообще в целом, отправная точка для того, чтобы использовать DSG 7 по сей пору, она только в экономии топлива. И в тех странах, где это очень актуально, там, взвешивая на разных чашах весов имиджевые потери, потери дилера, которые так или иначе покрываются за счет производителя, и экономию топлива, для клиента настолько важно сэкономить немножечко бензина, что все остальное кажется ему второстепенным. У нас эта проблема не настолько актуальна. Да нет, конечно. На нас можно денег делать, причем немаленькие, а при этом давать на руку. Какую перспективу ты считаешь самой оптимальной для Volkswagen? Вот как бы ты порекомендовал им поступить в нашей стране? Да, в нашей стране извиниться, персонально обязательно сказать, что приносим извиния, официально пресс-релиз на сайте сделать. И мы вообще, ну, по сути, вот из того, какое отношение, сегодня никто не пришел и так далее, пожизненная гарантия вот из-за такие вещи. Просто. Потому что не можете, и либо прекратите все это выпускать, либо сделайте как надо. Но начать нужно с того, чтобы посыпать голову пеплом. Как минимум. Спасибо.